всем привет друзья с вами михаил бычков сайт videosmile.ru и сегодня у нас на повестке дня новый урок да знаю давно мы вас не радовали чем-то по автору в основном сейчас у нас на нашем сайте появляются какие-то статьи немного 3d макс синька а автор мы как-то так немного на дальний план оставили но это на самом деле связано с тем что мы все это время записывали супер моушен я надеюсь уже все слышали про него по крайней мере посты мы делали очень часто и в группе и на сайте и надеюсь вы уж точно знаете что это такое но для тех кто не знает еще раз напомню то что уже полгода как мы ведем запись отдельного курса по флэтовой 2d анимации который называется супер моушен и вот сейчас он уже абсолютно готов и мы надеемся что в ближайшее время мы его выпустим и быть этому рады точно так же как и мы также я бы еще хотел отдельно в этом видео извиниться перед теми ребятами которые писали мне в личку и спрашивали когда будет курс и я в надежде на то что он действительно уже выйдет очень скоро обещал им его чуть ли не в конце там июля в августе вы поймите друзья это как бы не все от меня зависит понимаете здесь работает целая команда из программистов дизайнеров по звукачей которые все это делают и в конечном итоге мы стремимся к тому чтобы весь этот продукт финальный был максимального качества ну насколько это возможно поэтому да и мы иногда переносим эти сроки и переносили и вот сейчас уже мне кажется я надеюсь что это уже финальный как бы этап который на котором мы сейчас находимся поэтому еще раз извините что немного так сказать ввели вас заблуждение но могу вам единственно что обещать что качество от этого лишь увеличилась так что всем спасибо что вы с нами ну а мы переходим к уроку вот такую штуку мы сегодня с вами будем создавать давайте я сделаю быстренько ram preview на самом деле тяжелая композиция но хотя бы три секунды сейчас у меня здесь будет я вам покажу вообще что мы будем делать вот такой вот магический шар тире сфера на самом деле референсом для меня было игра ведьмак не знаю может быть многие из вас не играли я лично люблю компьютерные игры конечно сейчас времени на них не очень хватает но по крайней мере попробовать пощупать что они там новое придумали всегда стараюсь вот и там был окрас миссия ком-то из подземелья где были какие-то энергетические шары или портал я же не помню честно и знаете что мне очень это понравилось я захотел повторить это в авторе подумал можно же это по-любому сделать без там 3d симуляции гудини каких-то других вещей и вот такая штука у меня получилось не могу сказать что это сто процентов соответствует оригиналу но по крайней мере какой-то свой подход я реализовал и мне кажется получилось весьма забавно с чем я чем точнее я с вами сегодня и поделюсь так ну что ж давайте туда перейдем к созданию композиции у меня есть папка original здесь по сути дела вся вот эта вот композиция разбита на прикомпы так и в папке lesson которую я уже заранее создал я и буду сейчас работать так создаем новую композицию вот единственное сейчас думаю может быть сделать ее поменьше может сделать 1280 хотя ладно ставим так пускаешь работали full hd давайте дальше работать так мы создали новую композицию и можем пока кинуть черный solid хотя у меня здесь есть какой-то темно-синий давайте такого темно-синий создадим положим его конечно можно сделать его еще потемнее это вот так вот окей ну и пока можем это залочить можно назвать это биджи на самом деле это не принципиально важно можно просто было отключить прозрачность и продолжать работать нормально так как же все это создается как же можно создать такую сферу вроде бы это не 3d автор вообще не особо поддерживает всякие там искривленные слои и так далее но здесь опять же если разбираться то всегда все просто вот это наверное самая ключевая особенность всех моих уроков что если вам кажется что-то сложными то в конечном итоге все оказывается очень простым и банально так чтобы создать вот такую сферу у нас существует на самом деле эффект сиси сфер мы сейчас наберем здесь вот он по вкладочке перспектив сиси сфер и накидывая его на любой слой абсолютно на любой мы можем сферизовать вот так наши слои и тем самым получить какое-то подобие такой 3d сферы на самом деле это все фейк это все какая-то работа с перспективами в авторе не знаю как это реализовано вот поэтому теперь мы уже знаем что с помощью этого можно создать шарик как же создать вот эти вот все разнообразные полоски не знаю засветы и так далее ну на самом деле засветы всякие блюры тени и так далее это уже композная часть если так можно выразиться то есть когда мы уже с вами все сделали мы немного по композим попытаемся добавить света яркости где-то наоборот это убрать где-то создать вот какой-то такое забавное свечение где-то сделать вот такие вот неровности на поверхности нашей сферы потому что все таки это такая магическая сфера и поэтому ну было бы странно если бы это был бы идеальный ровный круг так так как же это создается естественно это все не рисуется никто руками такую штуку не делает вот эти все маленькие огненные части это делается все с помощью фрактал нойза у меня здесь есть куча отдельных композиций вот такие вот заготовки у меня были различных фракталов и здесь на различных режимах наложения они лежат и потом просто начинают вот так вот перетекать одна в другую да кстати друзья я чуть не забыл в этом уроке наверное надо было это сказать пораньше мы будем использовать вот такой вот плагин color vibrance от видео copilot принципе вот ссылка можете зайти ну я лично просто набрал в гугле и мне это первая ссылка вы ну выкинулась поэтому я думаю это сможете легко найти опять же здесь есть версии на mac и на pc поэтому у вас не должно возникнуть никаких проблем в папке если я не ошибаюсь написано как это все устанавливать поэтому давайте вы не будете нас спрашивать я знаю особенно новичкам конечно это будет сложно установить плагины но все же попытайтесь разобраться самостоятельно это вам лишь плюс будет и так этот плагин мы будем использовать для разукрашивания уже конечным итоги всех наших этих сфер потому что у нас здесь все это черно-белое вначале так ладно вроде бы более-менее рассказал давайте опять зайдем сюда так и создаем еще один solid называем его fractal noise 01 так мы сразу его можем при композить так нажимаем ok заходим в композицию и накидываем сюда естественно fractal noise что еще можно накинуть так fractal noise и видим что естественно у нас какая-то бельберда получается то есть чего общего с тем что я вам показывал нет но это справляется не так сложно на самом деле всего пару настроек основная это контраст и брайт нас который отвечает вот за это свечение что можно было создать такие более контрастные участки также transform со скейлом вот и также еще sub settings но опять же это кому нужно я не всегда трогают параметр это параметр отвечает вот за по сути дела шум в шуме то есть вот у вас есть большие пятна этого шума и еще они делятся вот такие на маленькие под пятнышки если мы этот сам influence уберем то мы увидим что на самом деле наш шум выглядит вот так вот ну ладно давайте сделаем reset так я с вашего позволения буду пользоваться вот такой вот подсказкой который у меня есть потому что так секундочку мне автор пропал ничего страшного бывает так потому что здесь ну порой не все параметры можно запомнить вот и я для себя такую штуку сделал так иногда буду в нее подглядывать и немного отвлекаться так давайте начнем с 1 фрактала это у нас будут так давайте мы покажем в оригинале так 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 где он нас main ball наверное да это будут вот эти вот тонкие линии попытаемся повторить именно их сначала потому что здесь все собрано из слоев то есть идут тонкие линии потом дадут эти засветы более толстые потом точно также собирается красный шарик внутри так начинаем с тонких я увеличу свою шпаргалку немного так где у нас эффекты начинаем с fractal type вообще fractal noise он у нас для тех кто вообще не в курсе это просто генерация какого-то рандомного шума черно-белые такие вот пятна засветы и здесь можно настраивать различные пресеты есть ну большинство из них не рабочеспособная то есть из них сложно создать что-то действительно уникальное интересное но есть и неплохие варианты например я создавал это с помощью strings так где они в вот такие вот штуки то есть мы видим у нас получается такие более тонкие элементы вот и здесь у меня стоял софт линер мной стать ну вот можете поиграться с этими параметрами по сути дела кстати блок крутая очень тема для гличей для различных интерфейсов постоянно его используем вот и сплайн я даже не помню что там ну оставим soft linear пока принципе это не так важно так что же вот мы выбрали тип то есть мы примерно представляем что у нас будут на поверхности нашей сферы вот такие вот тонкие линии теперь нужно как-то это изменить как-то сфокусироваться на них для этого мы убираем еще брать нас в минус 60 ставим тем самым мы получаем такие более четко очерченные линии можно также поднять контрастность но в данном случае я это не делал оставил так как есть так теперь скейл скейл всего этого шума как мы видим его можно скейлить до бесконечности практически ну до того момента пока это вообще не придет к телевизионный шум и станет неразличимым и можно точно также увеличивать до каких-то гигантских масштабов когда вообще это невозможно определить что это так но здесь у меня было значение 177 принципе немного больше чем то что было так здесь вроде бы все то же самое кстати насчет сапсеттинг да вот здесь я их немного завысил чтобы убрать вот этот вот лишний шум вот мы видим где-то давайте поставим 125 так попробуем сапс сапскейлингом поиграться что он нам сдает вот мы видим если мы его уменьшаем то у нас наши полоски такие знаете как колючая проволока получается видите да а если мы его увеличим где-то до двухсот двадцати пяти например то мы практически избавимся от этого всего что нам и нужно можно поставить 200 вот из каких-то моментах это останется и забавные кстати переходы будут видите вот такие вот перетекания тоже за счет этого так теперь нам нужно как-то это все за анимировать давайте создадим новый отдельный час монт флэйр я нажимаю альт коммун твой на маке вы можете просто new adjustment флэйр создать и накидываем сюда слайдер control пустой эффект который у нас будет регулировать скорость нашего изменения вот этой всей штуки так как это можно сделать ну во первых у фрактал нойза есть параметр evolution который делает вот такую вот штуку рандомно изменяет все вот эти вот части и можно сделать следующим образом можно так нажать alt по часикам потом перейти на adjustment флэйр здесь сделать замочек чтобы не соскочила и перетащить сюда вот так вот и теперь мы увидим что изменяя вот эту вот штуку изменяя скорость мы можем регулировать фрактал нойз то есть один слой у нас adjustment layer давайте назовем его control он у нас регулирует наш фрактал нойз это как раз то что я хотел добиться давайте поставим скорость 100 но как мы видим сейчас когда мы проигрываем у нас ничего не изменяется естественно ключи я здесь использовать абсолютно не хочу потому что ну как-то на ключах такую анимацию мне кажется не делают все это делать достаточно процедурно поэтому давайте попытаемся сделать следующим образом мы возьмем вот этот expression который мы только что получили связав параметр evolution и слайдер control и умножим все это на time то есть на время нашей композиции и тем самым как только у нас наше время будет здесь изменяться будет изменяться и наш noise отлично принципе пока идет все по плану так теперь для создания таких более плавных переходов можно использовать турбуленс дисплей с накидываем его сюда и он сразу же немного изменяет нашу картинку вот и здесь принципе всего три параметра здесь стоит 50 100 и маун сайс эволюшн монт это по сути дело количество искажений то есть поставим много и будет ну что-то совсем сверхъестественное маун так сайс это где по сути дела происходят эти искажения если мы поставим маленький сайс то мы увидим искажение прям вот очень 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 маленький вот именно на этих полосках и получается такая знаете визуализация теория супер струн мне кажется что-то подобие этого вот но нам здесь это не нужно мы ставим кстати да здесь также есть некоторые пресеты опять же про каждый я говорить не буду да я не особо и знаю я просто обычно тыквы в какие-то разные пресеты и смотрю что выходит чтобы получить нужный мне результат мне кажется вообще мало людей заморачивались тем чтобы здесь что-то действительно изучать но вот полезные вещи это horizontal и vertical displacement это когда вам нужно скажем делаете помехи на телевизоре и вам нужно вертикально точнее наоборот горизонтально создать эти помехи и вот вы выбираете данном случае вот эти вот штуки или видим сразу же как будто появляется такая рябь телевизионная но в данном случае мы будем использовать присед балч смуфер так и здесь я поставлю настройки давайте посмотрим что есть можно но не так сильно давать постоянно 200 может быть вот и сайс поставим побольше давайте на 100 так давайте отдалимся и теперь можно кстати проверить выключить этот эффект и включить и посмотреть насколько сильно он дистортит нашу картинку по моему очень прикольно у нас получается вот такие какие-то забавные переходы засветы опять же здесь все зависит от вашей фантазии поверьте мне вот с помощью вот этих двух эффектов мне кажется можно создать вообще все и если еще умело все этого суметь за композить что мне кажется мир в ваших руках так давайте двигаться дальше единственное что здесь осталось это заанимировать параметр evolution и мы сделаем то же самое мы возьмем даже точнее так мы скопируем вот этот эффект который мы уже накладывали на эволюцию вот в этом слое мы фрактал нойзи потом нажмем на alt сюда и вставим ту же самую строчку так и теперь они у нас изменяются одинаково в принципе можете создать еще отдельный слайдер control на эту штуку давайте кстати сниму здесь выделение это можно закрыть так можно еще один слайдер control это все можно назвать velocity то есть скорость вот и здесь наверное все с этой частью мы с вами покончили да прикольно такие завитушки получаются что ж теперь можно зайти обратно в эту композицию у нас есть фрактал нойз 01 и сразу же можно накинуть эффект сисисфир чтобы посмотреть как вообще все это будет работать накидываем так я сейчас вижу что фон нам здесь вообще не нужен давайте удалим пока вот так неплохо но сейчас все это очень темновато и практически плохо различима так скажем вот поэтому прежде чем что-либо делать да кстати сисисфир я здесь наверное не буду изменять мне в принципе все устраивает единственное я на секунду зайду в мейнбол и гляну изменял ли я здесь что-нибудь 40 вроде бы нет по моему ничего не изменял так зайдем обратно так как там с 1 шейдинг а все-таки что-то изменил наверное подкрутил какие-то параметры давайте сделаем следующим образом я просто зайду сейчас скопирую их чтобы они у меня были отдельно так 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 где они у меня сисисфир вот x копирую войду свою композицию и вставлю их сюда так да все-таки немного изменил сейчас можно выключить накинуть еще один сисисфир и посмотреть что на самом деле я сделал то есть вот один сисисфир который у меня он по сути дела виде зеркально отражает если так можно выразиться потому что в изна в исходном варианте у нас тут не видно половины как будто мы освещаем только одну часть ну здесь на самом деле есть параметры light хайд вот я думаю я его немного изменял light intensity можете посмотреть вот у меня здесь такие значения стоят light хайд 40 light intensity 100 шейдинг кстати шейдинг я здесь не менял mbm 75 то есть я выкрутил давайте удалим вот то есть здесь стоял 10 изначальное значение я поднял до 75 и тем самым вся наша сфера немного осветлилась все остальное мне кажется я особо не трогал так что ж все на этом можно закончить и теперь давайте сразу попытаемся как-то это раскрасить как я уже говорил будем пользоваться эффектом vibrance от видео к упал это накидываем и сразу же такой ярко-зеленый цвет у нас но мы будем пользоваться немного голубоватым так секунду не хочет так поставим что-то на подобие может чуть-чуть посинее так окей что же вот уже что-то забавное получается теперь можно накинуть сюда естественно glow для того чтобы это все приобрело такое магическое свечение кидаем его сюда ну стандартные настройки бы не очень давайте попробуем что есть можно сделать ну во первых мы видим что параметр threshold как раз очень сильно разукрашивает всю эту нашу штуку давайте поставим здесь где-то 30 так и сделаем небольшой рам превью чтобы глянуть как это все получается так что же по моему неплохо такие резкие какие-то моментами есть движение так если хотите кстати можно здесь еще у параметра color vibrance подкрутить там bright нас например чтобы сделать такие вот засветы вот давайте поставим здесь 14 и так сильно так вот и все в принципе наверно так да кстати сейчас единственно если мы включим прозрачность то мы ничего не увидим поэтому давайте поставим здесь режим наложения screen и теперь вот если мы положим сюда например наш фон то наша штука будет видна сквозь него сквозь наш фон и будет давать такие вот яркие засветы в принципе уже получается что-то весьма интересное по моему так но это мы с вами только разобрались с одним фрактал нойзом поэтому давайте кстати эту композицию назовем main magic сфер так и сдублируем фрактал нойз 01 дублируем зайдем в него и назовем его фрактал нойз 02 и сейчас будем создавать уже следующий фрактал и так приходим ко второму фракталу давайте я вам сразу покажу что мы будем добиваться вот такую штуку попытаемся реализовать в принципе смотрится забавно даже без блюра то здесь нет никакого размытия и при этом сам фрактал смотрится таким как будто бы на него немного наложен блюр ладно давайте зайдем сюда так у нас уже есть заготовочка наша опять же анимировать мы ничего не будем здесь все те же самые параметры можно единственно подкрутить скорость потом на контрольном слое ну а сейчас разберемся с фрактал нойзом что у нас тут имеется так фрактал нойз но во первых мы поставим здесь не strings поставим свой или так но сейчас мы увидим вот что-то наподобие этого как будто бы все заволокло туманом ну и волнуемся идем дальше так здесь я поставлю параметр сплайн вообще практически ничего не стало видно ну естественно если вам что-то не видно то всегда трогайте вот эти два параметра давайте увеличим здесь брать нас меньшим контраст так и все равно ничего не происходит так evolution options давайте посмотрим на sub settings что у нас там может быть здесь что-то не так так вернем да вот сюда видите мы начнем возвращать вот этот sub settings который очень далеко увели и сразу же видим какой-то результат так поставим здесь 70 эти меньшим этот ну где-то до 120 предположим так уже стало гораздо лучше теперь мы хотя бы видим очертания так по поводу скейла где у нас скейл давайте немного приподнимем у меня там было я сейчас смотрю в свою шпаргалку 191 ну я это все значения брал просто вот так вот рандомно до двигал и подбирал то что мне принципе подошло бы так давайте поставим контраст на 225 так брать нас минус 28 принципе все вроде бы все так давайте на всякий случай я еще с вами проверю это все так 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 что у нас есть спит где наш фрактал вот он смотрите на этом фрактале я даже не стал ставить турбуленс дисплейс то есть он так один анимируется в принципе мы можем сделать то же самое можем убрать турбуленс так единственное что-то я думаю почему у меня почему же у меня там темно то так так потому что я здесь уже поставил скрин все понятно да но мы не переживаем можете здесь поставить скрин можно потом это особой роль не играет если поставим то ничего особо не изменится так да чуть не забыл такую важную штуку если мы хотим как-то отразить наши цвета точнее перевернуть их чтобы черное стало белым а белое стало черным то здесь есть галочка invert и вот про нее я как раз сейчас чуть не забыл и вот теперь мы получили что-то наподобие вот этого в принципе забавно я уже вижу какие-то похожие детали которые у нас там были да действительно наверное турбуленс дисплейс здесь не нужен хотя если мы его включим я думаю особо ничего не пострадает так ну ради аутентичности я уберу его так заходим теперь обратно сюда и закидываем fractal noise 02 закидываем также делаем ему скрин и здесь можно в данном случае просто скопировать вот эти вот параметры так только здесь нам нужен главный нужен нам нужно сфер и color вайбер скопируем и вставляем так и давайте посмотрим что мы имеем так вот он здесь кстати можно поставить единицу что же вот такой вот эффект если хотите можно подправить свет можно сделать более зеленоватым или наоборот ввести в красный но я оставлю пока как есть может быть единственное чуть не веря или наоборот чуть светлее вот сделаем окей посмотрим насколько это сильно изменит нет это изменяет конечно эти тип они по-любому влияет так контрастность давайте чуть поменьше сделаем у меня было около 125 так brightness я поставлю минус 32 так тем дальше чё у нас со скейлом так 200 давайте поменьше сделаем давайте около 140 так 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 sub settings надо обязательно проверить а то мало ли 70 20 ладно ставим так и давайте посмотрим что мы имеем вот такой вот нойз немного другой если посмотреть на те наши предыдущие нойзы fractal noise 02 и 01 то есть я попытался в каждом из них все-таки добиться каких-то своих собственных результатов чтобы они друг на друга не походили что ж я думаю с третьим нойзом мы закончили давайте так же кинем его сюда кидаем берем все эффекты с fractal noise 02 так и копируем сюда и естественно ставим здесь скрин и смотрим что мы имеем давайте я сделаю быстренько рамприю опять буквально на одну секунду я думаю что ж выглядит забавно давайте я зайду с вашего позволения в главную композицию свою старую и проверю как я настраивал здесь нойз был ли у меня здесь glow нет glow не было так хорошо заходим обратно и еще одна маленькая хитрость которую я сделал я взял с дублировал композицию с точнее fractal noise 03 сдублировал ее и наложил еще на нее эффект паст блюр я думаю он вам знаком делают простейшее разблюривание и поставил здесь чуть побольше значения и смотрите получается он работает уже как эффект glow вообще всегда есть два варианта создать glow то есть свечение по краям можно наложить сам эффект glow можно воспользоваться какими-нибудь сторонними плагинами типа real glow который платный естественно и можно просто взять сдублировать ваш исходный слой и применить на него какой-то из стандартных блюров разблюрить и тем самым вы также создадите свечение что ж пока вот что мы имеем уже получается такая загадочная весьма атмосфера ну и надо уже двигаться дальше но прежде чем переходить уже к анимации нашего ядра я бы хотел еще одну штуку вам показать давайте для начала назовем тот слой на который мы применили fast blur вот этот давайте назовем вот так fb чтобы понимать что это у нас измененный третий но из они просто так и давайте еще раз его сдублируем хотя нет прежде чем это делать давайте его немного увеличу чтобы сделать небольшой такой offset от оригинала то есть мы делаем такую дымку на поверхность если так можно выразиться поставим где-то 103 значения так давайте теперь еще раз его сдублируем вот и здесь можно поставить еще больше где-то 110 давайте поставим и сделаем другой оттенок так у нас будет такой красновато-оранжевый примерно под цвет нашего будущего ядра нажимаем ok то есть по сути дела сейчас мы создаем свечение которое будет пробиваться изнутри то есть у нас есть наше ядро свет от него проходит сквозь наши все вот эти вот нойзы он выбивается и тоже мы его видим как бы не знаю как это физики называется явление но мне кажется она есть по крайней мере надеюсь я его не выдумал так что же получается что-то наподобие этого можно поиграться с режимами наложения опять же обычно это делается просто я выбираю режим normal вижу что у нас что-то не то и нажимаю просто shift плюс и пролистываю через все интересные возможные точнее даже режим наложения вот этот неплохо смотрится light он тоже неплохо скрин как обычно color dodge linear dodge то есть вы можете выбрать под себя вот забавный в принципе сочетание вот это пин light смотрите такой зеленоватый оттенок получается и следующий вот этот тоже difference по-моему очень неплохо выглядит по крайней мере вот это вот дымка такая фиолетовая весьма весьма привлекает ладно давайте оставим на скрине примерно вот так потом если что можно будет за это под цвет корить что ж ну и наверное пора перейти к ядру давайте опять зайдем fractal noise с дублируем зайдем сюда только я на этот раз изменю название композиции команд или control кей и здесь я напишу так кор то есть ядро чтобы как отличать от других нойзов окей и заходим в настройки fractal а так здесь у нас стоит свирли это правильно сплайн давайте поменяем на soft linear в оригинале у меня было так контрастность давайте вернем ее немного чуть где-то 150 поставим так а брайт нас брать нас минус 32 так идем дальше по скейлу что у нас со скейлом здесь у нас стоит 191 давайте сделаем поменьше все-таки ядро у нас такое концентрированное и нойза на нем должно быть побольше я поставил где-то 80 вот так вот смотрим так неплохо а что у нас со скоростью 100 ну давайте немного увеличим потому что все-таки у нас ядро оно имеет мне кажется больше энергии чем на краях нашей сферы поэтому я поставлю здесь 200 чтобы как-то акцентировать на этом внимание так так как у нас в ядре температура больше то соответственно движение должно быть быстрее ну опять же это по моему школьный курс физики так давайте закинем сюда наше ядро проект луной скор я закидываю под низ ну естественно нам нужно накинуть сюда наши любимые уже сиси сфер и вот здесь вот я возьму вот этот красный точнее оранжевый цвет который я накладывал вот на это свечение на эту дымку я скопирую вот эти два эффекта и вставлю кор так вот что мы получили давайте сделаем также screen и сейчас у нас не очень похоже на так скажем ядро и здесь можно двумя путями пойти можно уменьшить радиус нашего ядра вот так вот сделать или можно просто его отскелить да в принципе эффект достигается один и тот же я на секунду зайду оригинал и посмотрю как я добился такого эффекта я наверное скорее всего использовал сиси спир хотя вот здесь у меня тоже 100 везде стоит странно что ж ну ладно давайте зайдем нашу композицию я это сделаю с помощью радиуса здесь поставлю 100 так вот такая анимация неплохо и теперь нужно как-то это еще больше с акцентировать потому что сейчас ну не особо не особо у нас горячее ядро получается это делается естественно с помощью glow поэтому берем и накидываем сюда glow находим его кидаем так раз и давайте пробуем его немного настроить можно сделать соло кстати в режиме соло смотрится гораздо эффектнее так что у нас здесь есть давайте уберем вот этот threshold побольше мы видим что если мы убираем на сто процентов у нас практически ничего не изменяется если мы убираем в ноль то у нас он так накаляется мы видим что практически такого до белого состояния доходит то есть до максимальной температуры вот нам это естественно нужно давайте оставим где-то на 20 вот здесь glow radius так сделаем побольше его может быть даже еще побольше так у меня было значение 120 то есть сейчас если вы включите glow то вы заметите такую легкую легкую вот здесь вот атмосферу которую мы создали с помощью этого эффекта но это этого естественно недостаточно как же быть да очень просто давайте просто возьмем и сдублируем наш glow но прежде чем это сделать кстати да я еще уменьшил здесь на 07 поставил intensity то есть интенсивность нашего непосредственно свечения так и здесь давайте сдублируем 1 2 так вот такое вот свечение у нас получается я если не ошибаюсь сделал именно три копия давайте свернем и можем кстати вот так вот сделать и проверить как это все влияет отключить все три глава и потом их снова включить ну да мы видим что конечно эффект достигается более интересной может быть можно поднять даже интенсивность давайте здесь поставлю 1 и здесь поставлю 1 вот она третьим оставлю 07 как и было так давайте теперь проиграем так единственное мне кажется что слишком сильно мы теперь увели с вами радиус давайте это сразу исправим так мне кажется вот у этих двух нужно его поменьше сделать давайте сделаем следующим образом я вот отключу вот эти два и буду работать сначала с одним так что у нас тут вот он радиус так ну вот примерно примерно где-то вот так я думаю может на 45 оставить так скроем откроем 2 glow тоже поменьше сделаем ну смотрите обязательно чтобы не переборщить то есть вот так можно создать прям это очень такую лавообразную анимацию и все это еще можно добавить вот с помощью вот этого вот третьего глава то есть еще больше сделать и теперь это не совсем так как у меня было в оригинале поэтому давайте все таки вот здесь вот glow radius немного увеличим во втором тоже поставим наверное может быть 45 примерно так как а здесь у нас что здесь 120 ну да пускай будет так так свернем все это сделаем ансола и давайте посмотрим что же вот такая анимация давайте удалим этот фон чтобы он нам не мешал потому что он дает свой собственный оттенок так и можно попробовать дублировать это ядро чтобы еще сильнее его выделить можно конечно даже режим наложения это сделать но я это в оригинале не делал вы можете поэкспериментировать с этим так ну и теперь здесь принципе все что осталось это немного цвет кора и композа потому что основная часть уже выполнена как мы видим все сферы у нас двигаются анимируются можно изменять скорость можно вы на вынести все параметры которые отвечают за скорость в главную композицию например сюда и уже здесь эти все крутилки вертеть чтобы можно было прямо здесь живую все это наблюдать так ну а мы сделаем следующее так где-то моя шпаргалка сейчас я гляну что у нас там идет а у меня еще была такая небольшая подложка под всем этим которая как бы задавала тоже свой небольшой оттенок но сейчас я поясню что это давайте создадим solid он будь синего цвета так давайте его пока выключим точнее уберем у него опасите чтобы мы его не видели и начать им вот такую вот маску только обязательно круглую выделим так я зажимаю команд и shift и тяну ну и примерно где то вот так вот я думаю да так маск теперь можно поднять и упасть и то есть вверх так и давайте накинем сюда эффект градиент рэмп кто использует старой версию у них это скорее всего будет просто рэмп называться так закидываем мы сюда первое что меняем это меняем радио рэмп делаем его круглым так и где он у нас вот так давайте пододвинем давайте сделаем swap colors чтобы все это было как-то более естественно так и поставим здесь где-нибудь вот 820 у меня было значение а здесь на весь центр нормально так теперь единственно нужно поменять нам цвета сделать первый цвет такой голубоватый слегка пробуем вот этот а второй цвет слегка красноватый наоборот так что-нибудь на подобие этого я думаю так сойдет давайте поставим здесь эффект наложение screen так уберем все это сюда и нам нужно естественно сделать фазер у маски нашей так нажимаем два раза м и повышаем фазер так можно оставить на 70 но естественно opacity нужно убрать потому что сейчас это никуда не годится убираем где-то до 10 так можно сдублировать точнее включить выключить и посмотреть что это создает такую легкую тоже дымку принципе он еще немного поднять так где-нибудь 13 можно добавить опять же можете включить выключить это немного заполняет вот эту вот черную пустоту которая у нас здесь есть внутри вот так и дальше у меня есть еще один слой давайте сдублируем этот него уберем gradient ramp здесь он не нужен так и что еще можно сделать да кстати давайте на секундочку вернем вот сюда normal мне кажется у меня в исходнике был именно он так и 12 поставим и так здесь у нас будет сейчас на здесь просто ничего нету давайте вернем opacity и сюда я просто закину фил так закидываем и хочу посмотреть как у меня там был оттенок тоже все такого немного голубоватого оттенка здесь может быть немножко совсем чуть-чуть фиолетового присутствует так окей делаем on solo кстати сейчас смотрится весьма весьма прикольно больше мне кажется даже похоже на магический шар чем у меня было в оригинале ладно давайте так здесь делаем normal и уберем opacity тоже здесь уберем где-то до 20 я думаю можно это убрать и сделать то же самое что мы сделали здесь то есть мы берем и отскейлим вот эту вот штуку вот так но единственное после того как мы это все отскеяли мы видим что у нас край достаточно так ярко читаем поэтому давайте изменим значение нашей маски точнее фазера увеличим его где-то до 150 я думаю так ну что ж вот такая штука у нас с вами получается мне кажется весьма интересно опять же здесь все дело вашего вкуса например мне кажется что сейчас вот это вот внешняя оболочка ее можно сделать еще больше и можно по прозрачности например убрать но при этом в оригинале у меня было именно так как я вам сейчас показал то есть стояло 20 и скейл был примерно такой здесь уже все зависит от вас можно например изменить вот это вот свечение поставить какой-нибудь другой режим наложения поиграться с этим смотреть что здесь можно добиться так ну-ка классе дифференс ну то есть вы видите что это прикольные результаты можно получить просто поиграв вот с этим параметром так exclusion я помню на дифференсе у меня было что-то интересное так девает вообще стирей шин колор стирей шин тоже неплохой результат дает главное здесь не переборщить с тем что вы пытаетесь создать вот давайте посмотрим где у нас дифференс была вот это вот вот такая вот штука знаете что я оставлю здесь дифференс вот мне нравится хоть у меня и был скрин но мне почему-то хочется сейчас поставить дифференс и может быть убрать опасите где-то до 50 вот так вот вот ну так же я бы на вашем месте еще сделал несколько контроллеров для цвета то есть чтобы можно было легко регулировать цвет например у сердца то есть у нашего ядра потому что сейчас он здесь оранжевый здесь он оранжевый и если не ошибаюсь здесь тоже вот этот оттенок был немного оранжевого цвета и чтобы вам во всех трех слоях это не менять вы могли создать просто какой-нибудь контроллер накинуть сюда fill control точнее color control 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 это я уже начал выдумывать так color control так и здесь можно выбрать тот же самый оранжевый какой-нибудь и просто найти эти цвета и их запарентить но я надеюсь понятно как парензица это делается вот так вот то есть вы здесь ставите на замок потом заходите сюда например эффекты выбираете какой эффект вам нужен color vibrance сжимаете alt и перетаскиваете вот сюда и бац у вас это все автоматически пронится но единственное я сейчас не буду делать оставим это на потом если что ну а мы теперь можем взять всю эту композицию и закинуть в main magic сфер и назовем это сиси то есть color correction и здесь уже играться с какими-то настройками нашего окружения так ну давайте создадим фон сделаем new solid таком сайс это будет биджи градиент так окей точно так же накидываем на него градиент рэмп так делаем swap color сделаем radio давайте вот эту точку чуть сюда подымем а это наоборот увеличим то есть сделаем такой широкий широкий полукруг и теперь нужно поиграться с цветами здесь естественно какой-то такой темный оттенок синего вот и черный здесь тоже уберем темно-темно-синий вот так вот что ж сейчас мы видим что у нас здесь немного черная но можно это изменить с помощью скрина и теперь наша сфера опять стала прозрачной так что еще можно сюда накинуть можно накинуть сюда glow еще один так сейчас я посмотрю какие у меня там настройки были у этого глава так давайте здесь threshold берем чуть поменьше даже наверно еще можно до 10 где-то это все убрать радиус можно увеличить чтобы побольше свечения было но вот 88 90 я думаю будет нормально так интенсити оставляем нормально так glow colors можно кстати здесь использовать не оригинальные цвета а цвета а б и тем самым будем использовать вот эти цвета для глава цвета мы выберем такой слегка слегка теплый вот можно в принципе почти розовый взять а можно почти вот такой вот светло-желтого оттенка а синий сделаем таким вот голубоватым наверно так так сейчас секунду окей так посмотрим как это влияет нет скрин наш не влияет я просто думаю каким образом можно еще ввести наш glow поменьше сделать его то есть давайте посмотрим glow здесь здесь композитинг options и вот тут попробовать его нейтрализовать как-то так давайте включим выключим да вот такое вот легкое свечение я зашел вот сюда вот во вкладочку композитинг options у глава и здесь убрал у него opacity где-то до 10 наверно так опять же включим выключим посмотрим это добавляет небольшую дымку если хотите можно вообще без нее но здесь уже как бы на вкус и цвет так скрываем это и выбираем эффект который называется сиси глаз и сейчас вы поймете для чего он так и как только мы создали то вы уже можете увидеть что получается какая-то такая еще одна еще один слой дымки над нашей сферой но на самом деле я это использовал не как дымку я это использовал для такого легкого искажения вообще всей нашей поверхности да и вообще если вы обратите внимание то уже сейчас как бы идеальная форма нашей сферы начала немного теряться и это здорово конечно так зайдем в surface здесь у нас softness так посмотрим за что он отвечает ну да он немного сглаживает эту всю штуку давайте поставим здесь 35 где-то так высоту 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 можно добиться даже таких забавных результатов но вы видите да то есть он пытается как-то создать эффект стекла то ли стеклянной поверхности что ли на нашей сфере принципе неплохая штука я очень часто и пользуюсь но не могу сказать что когда-то создавал с помощью стекла вот ни разу не приходилось поверите а вот какие-то такие забавные стилизованные штуки наверное с помощью него можно создавать так ладно давайте выкрутим на максимум ну нет конечно это не совсем то что я хочу а уведем это все чуть ниже опять же если вы в меньшую сторону ведете то вы видите да как он работает если оставить где-то на единице то практически не заметен будет этот эффект то есть высота давайте сделаем здесь где-то 15 так сделаем 15 и дальше у нас еще дисплейсмент есть так дисплейсмент давайте подымем побольше сделаем где-то на 300 так так что-то мои значения и шпаргалки мне не очень помогают видать я где-то ошибся что же давайте сделаем это на глаз я уменьшу во-первых высоту где-то поставлю на 10 и дисплейсмент тоже где-то до 50 уведу наверное даже еще больше вот soft нас поставлю побольше где-то на 35 так посмотрим что у нас есть ну совсем чуть-чуть до видим что теперь можно как раз поиграться с параметром дисплейсмент так включим выключим что ж вот такое вот искажение а если хайт побольше сделать на 15 так опять включили выключили но вы видите да что создается такая более естественная что ли а сфера опять же здесь все как бы зависит от вас друзья я кстати понял у меня просто здесь параметр словно стоял неправильный а так шпаргалки то у меня все именно так и было вот здесь уже зависит от вас как вы хотите это сделать я наверное оставлю здесь вот эти вот параметры ну может быть опять же может быть каких-то какие-то моменты можно кстати выкрутить и обратите внимание забавные очень эффекты получаются то есть тут уже все зависит только от вас ладно оставим здесь на 20 как у меня это и было так точнее не было на 15 ну ладно пускай будет 20 что еще сюда можно накинуть кстати я сейчас вижу что давайте проверим от эффектов ли это зависит нет что у нас здесь вот очень синий такой вот полукруг давайте немного его уберем зайдем сюда и опасите здесь уберем до 10 так вернемся вот да сейчас более естественно это все выглядит опять же можно создать еще кучу подложек можно зайти сюда сдублировать вот эту вот штуковину увеличить ее по скейлу сделать да вот такой вот гигантской и тем самым у вас вы еще как-то сконтируйте внимание на сфере но я этого уже будет делать не буду так и покажу что последний я сделал я опять уже взял вот эту вот отцветкоренную позицию да кстати я еще добавлял сюда единственная magic bullet looks ну те у кого его нету то просто можете этот шаг пропустить я же здесь добавил сейчас давайте откроем единственное она у меня откроется на весь экран вы так конечно не увидите нужно поменьше немного сделать так давайте посмотрим пресеты по-моему я выбрал какой-то пресет что-то по типу то ли ультиматума то ли блокбастер нет блокбастер вряд ли выбирал сейчас по моему был еще без тросите где-то здесь если я его найду конечно так 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 people так давайте по категориям посмотрим кинематик закроем stylized people вот в stylized может быть пишай blue sky нет хотя вот в принципе неплохой так кстати классное создает свечение еще дополнительное можно тоже его использовать так пишай а в диффьюжене по-моему назывался black телескоп странно мне кажется он назывался быстро сити так индия романс эпик мексикали да вот он наконец то я его нашел так я использовал вот этот вот пресет и по моему я еще добавил сюда сейчас посмотрим что у нас тут есть lens так chromatic aberration нет не то камера да нет по моему сюда больше ничего не добавлял так нажимаем finished и мы видим что у нас поднялся контраст на нашей картинке теперь можно включить выключить опять же посмотреть если вот мне сейчас кажется что немножко перебор можно опустить opacity до 50 вот так вот примерно может быть даже до 40 можно еще один слой создать adjustment я имею ввиду так это назовем looks а здесь мы накинем какие-нибудь курвы сюда и тоже посмотрим что мы здесь можем сделать так вы наверное слышите у меня окошко мяучит уже есть хочет а я тут все уроки с вами записываю так давайте что нибудь сделаем вот такое то есть я попытаюсь акцентировать еще опять же внимание на красном цвете вот здесь вот и тени немного уведу тоже вот так вот так green попробуем немного убрать всего этого может быть может быть вот так вот сделать так давайте проверим ну да мне кажется стало немножко получше называем это curves чтобы было понятно ну что ж друзья примерно вот так вот все это создавалось я сейчас не буду делать ram preview потому что вы уже видите что у меня здесь все очень тяжело то есть проигрыванием это то здесь надо желательно наверное в квартире все это проигрывать тогда это более менее шустро будет но я этим уже не буду заниматься на этом урок наверное наш надо пора уже заканчивать единственное что хотелось бы сказать что пока я записывал урок уже стала известна дата выхода нашего курса это будет 29 сентября так что заходите к нам на сайт 29 сентября и можете посмотреть вообще на то что у нас получилось достойно ли это или нет так все я передам вам также этот проектик и вы можете его разобрать покопаться посмотреть что я сделал в оригинале потому что у меня видите здесь еще я добавил бару флор немного текстур грязи засветов таких и вот такой вот эффект мы с вами создали что ж друзья с вами был Михаил Бычков сайт videosmile.ru всем удачи и пока